Губернатор Брянской области лишился своего поста из-за утраты доверия президента. Именно такая формулировка значится в указе об отстранении Николая Денина, который руководил регионом с конца 2004 года. Владимир Путин воспользовался своим правом омолять губернатора второй раз за год. В марте на том же основании ушел теперь уже экс-глава Новосибирской области Юрченко. То же касается Денина, в администрации Кремля пояснили, его отстранение стало в том числе результатом работы Совета при президенте России по противодействию коррупции. Там также дали понять, что был выявлен некий конфликт интересов. Не так давно в СМИ появлялась информация, что МВД просит Следственный комитет проверить действия Николая Денина на предмет злоупотребления полномочиями. Речь о перечислении 20 с лишним миллионов рублей из резервного фонда региона птицефабрики «Снежка», которой владеет семья Денина. Оглашается приговор. Именем Российской Федерации, город Брянск, 19 ноября 2015 года. Советский районный суд города Брянска, в составе председательствующего судей Советского района суда города Брянска Устинова, рассмотрев в открытом судебном состоянии уголовное дело в отношении Денина Николая Васильевича, 15 мая 1658 года рождения, уроженца деревни Домашова, Брянского района Брянской области, гражданин Российской Федерации с высшим образованием, женатого, работавшего председателем Совета директоров ООО «Снежка» и не судимого, обвиняем в совершении преступления, предусмотренного в части 2 статьи 285 УК РФ, установил. Денец, занимаясь в соответствии с постановлением Брянской областной думы от 18.10.007 года, номер 41485 и распоряжением администрации Брянской области от 18.10.007 номер 730 РК, государственной должности субъекта Российской Федерации, губернатора Брянской области, являясь высшим должностным лицом Брянской области, представителем власти, служебные полномочия которого входило в том числе исполнение бюджета Брянской области и контроль за его исполнением, злупотребил должностными полномочиями при выделении денежных средств из резервного фонда администрации Брянской области. Судимый день ему в совершении злоупотребления должностными полномочиями не признал и показал, что с 92 по 2003 являлся руководителем птицефабрики «Снежка». С декабря 2003 по декабрь 2004 занимал должность депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации. В декабре 2004 был избран губернатором Брянской области. Указанный пост занимал до отрешения его должности президента Российской Федерации с сентября 2014. Члену его семьи принадлежит около 28% акций «Ой Снежка». Однако никаких дивидендов от указанных акций ни он, ни членов его семьи никогда не получали. Преступными действиями подсудимого были существенно нарушены охраняемые законом интересы общества и государства, поскольку указанным должностным преступлением причинен ущерб бюджету Брянской области на сумму 21 840 065 рублей и дискредитировано в высший исполнительный орган государственной власти Брянской области. Изучением личности подсудимого установлено следующее. Денин женат, имеет двух совершеннолетних детей, по месту жительства и месту работы характеризуется положительно. Имеет государственные награды. Два ордена «Знак почета», «Орден дружбы», почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства», дважды награжден благодарностью президента Российской Федерации, является кандидатом экономических наук, на учете у психиатра и нарколога не состоит, не судим. В решении вопроса назначение подсудимого наказания суд в соответствии с требованиями статьи 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, вышеизложенные данные о личности подсудимого обстоятства, смягчающей наказания, отсутствия обстоятельств отхягчающих наказаний, а также влияние назначенных наказания на исправление осужденной условий жизни его семьи. К обстоятельствам с мягчающим наказанием Денина суд относится к совершению преступления впервые наличие государственных наград почетных званий. С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, конкретных обстоятельств дела и личности подсудимого суд считает, что наказание Денину должно быть в виде реального лишения свободы и признает невозможным его исправление без изоляции от общества. Поскольку имущественный вред причинен к бюджету Брянской области преступными действиями подсудимого суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований изыскания Денина в пользу бюджета Брянской области 21 840 065 рублей в счет возмещения причиненного материального ущерба. В основании представленных стороной защиты платежных поручений суд не признает в качестве возмещения подсудимым материального вреда, причиненного преступлением, поскольку плательщиками в данных платежных документах указаны юридические лица О. Снежко-Молотина и К. Мажаев О. Снежко-Новоселки, не имеющие отношения к совершенному преступлению и каких-либо полномочий на осуществление указанных действий в интересах Денина. Суд приговорил Денина Николая Васильевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 285 УК РФ и назначь ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с лишением права занимать должности, связанные с существением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных и муниципальных учреждениях сроком на 3 года с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Меру пресечения осужденному Денина доступление приговора в законную силу изменить с домашнего ареста на заключение под стражу, взять осужденного Денина под стражу в зале суда. Взыскать с осужденного Денина в пользу бюджета Брянской области 21 миллион 840 тысяч 65 рублей в счет возмещения причиненного материального ущерба. Подсудимый Денин, приговор понятен? Порядок сроки его обжалываем. В течение 10 дней с момента получения копии приговора вы вправе его обжаловать в эволюционном порядке. Чем была вызвана подобная поспешность в вынесении приговора сразу после премии в один день? Не могу ответить вам на этот вопрос. По поводу 3 лет, после 4, на 7 лет лишения или 3 из 4? Дополнительное наказание начинает исполняться после отбытия основного. В какой колонии он будет перебывать? Общий режим. Это Мордовия? Нет, я не могу вам точно сказать. У нас есть Брянская область, общая режима колонии. То есть это и Брянская область может, да? Да, конечно. Так вот получится. А вот сегодня следующий механизм дальше будет, он сейчас в СИЗО? В СИЗО, да. А когда он приедет в место? Ну, у него еще 10 суток на обжаловании в апелляционном порядке. До этого момента он будет находиться в СИЗО. После рассмотрения апелляционной станции, если приговор вступит в законную силу, дальше уже к месту отбытия наказали. В Брянске вынесли приговор бывшему губернатору области. Николай Денин отправится в колонию на 4 года. В чем обвиняют чиновника и при чем здесь местная птицефабрика, узнал Дмитрий Горный. Первое судебное заседание по делу экс-губернатора прошло чуть больше месяца назад. За это время были допрошены десятки свидетелей, а само дело занимает внушительные 18 томов. Поводом для возбуждения уголовного дела послужили материалы проверки Главного следственного управления СК РФ по факту выделения из бюджета региона крупной денежной суммы частной организации. В декабре 2011 года, а затем январе 2012 года губернатор действия скоростных побуждений подписал распоряжение о выделении из резервного фонда области более 21 миллиона 800 тысяч рублей для нужд подконтрольной его семье коммерческой организации ООО «Снежка». Бюджетные средства были выделены в отсутствие законных оснований и израсходованы обществом на текущую финансово-хозяйственную деятельность под предлогом ликвидации последствий взрыва в одном из производственных помещений. Представитель гособвинения Александр Заблотский попросил суд признать Николая Денина виновным в нецелевом расходовании средств резервного фонда и назначить ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием их колонии общего режима. Адвокаты экс-губернатора и он сам настаивали на оправдательном приговоре. Председательствующий по делу Артем Устинов зачитывал решение суда около двух часов. Кроме того, Николай Денин будет обязан лично возместить причиненный бюджет области ущерб в сумме около 22 миллионов рублей. Экс-губернатор был взят под стражу прямо в зале суда. Впрочем, защита Денина не согласилась с позицией суда и намерена в ближайшее время обжаловать его решение. Так что говорить о том, что в самом громком уголовном деле на Брянщине поставлена точка, пока рано. Дмитрий Горный, Максим Юркин, Вести Брянск. Николай Денин возглавлял Брянскую область с 2004 по 2014 год. 9 сентября 2014 года отправлен в отставку президентом России Владимиром Путином в связи с утратой доверия. В ноябре 2014 года в отношении экс-губернатора Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». По версии следствия, Денин выделил из резервного фонда области почти 22 миллиона рублей птицефабрики «Снежка». Контрольный пакет акций принадлежал его родственникам, жене и племяннице. Сам Денин возглавлял птицефабрику с 1992 по 2003 год. Бюджетные деньги были перечислены компанией для ликвидации последствий взрыва в Кормоцехе, который произошел в октябре 2011 года. В результате в здании обрушились перекрытия, погибли два человека. По данным проверки МВД, средства были израсходованы не на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, а на текущую финансово-хозяйственную деятельность предприятия. В мае 2015 года Денина поместили под домашний арест. В октябре начался судебный процесс. Приговор – 4 года лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, суд постановил взыскать в качестве гражданского иска почти 22 миллиона рублей в пользу администрации Брянской области. Субтитры создавал DimaTorzok